друзья всех приветствую на канале снова я вот с этим вот гибким валом и с болгарочкой выложил на одном форуме про вот этот гибкий вал как он присоединен через вот такой патрон к болгарке ну и показал видео которое в прошлый раз снимал с этой болгаркой и вот на этом форуме сложилась полемика что гибкий вал при обработке каких-нибудь поверхностей ну допустим чарошками всякими да или там сверлами его скрутит неимоверно до за того что он присоединен к болгарке у которой якобы 11000 оборотов тире 12000 оборотов до скрутит его неимоверно он обхватит этот гибкий вал руку мастера ее переломает может намотаться на шею задушить мастера он не предназначен типа вот для таких вот дел вот этот гибкий вал вот с таким вот видите хвостовик здесь обычный дрель его 6 или 8 миллиметров я уже не помню точно и типа вот он настолько он опасный этот инструмент я в этом видео хочу сейчас ну такое опровержение как бы небольшое сделать вот сейчас все присоединю накручу вот этот патрон на шпиндель до упора у патрона посадка м14 здесь шпиндель м14 это не дрель и патрон это патрон специально для болгарки накручивается вот так вот до упора со всей силы подсоединяется вот этот гибкий вал через патрон такой же принцип как в древе в общем-то да сейчас я притяну в прошлый раз показывал вот это болгарка у меня была установлена вот на такой подошве это направляющая подошва она ну крепится на болгарку и я ее применил как стойку до прижав струбцинами сегодня я показываю вам вот смотрите тисочки крутил болт просто в это отверстие куда ручка вставляется и затянул в тиски вот присоединил да сейчас покажу как в работе ведет себя вот этот гибкий вал опять-таки повторяю с этими видео до для как раз для скептиков которые вот не верят что это на нормальная такая приспособа где которая может пригодиться в каких-то случаях да и вы тем самым расширяете функционал болгарки допустим вот ставлю сейчас вот такая вот шарошка по дереву я уже показывал это в других видео посмотрите на канале кому интересно и вообще подпишитесь на канал если хотите на моем канале есть полезности различного характера и вот так вот в патрон вот прижал скептики говорят что его скрутит до его потенциально конечно же вот так вот может скрутить да но это если допустим вы работаете вот этим устройством и зажимаете со всей дури не даете дыхание да не даете возможности шарошки обрабатывают нормальную поверхность вот я сейчас покажу на этом ящичке тот самый ящичек да где я показывал опять же таки на канале как я выпиливаю вот это квадратное отверстие ну как пример это у меня испытательный такой ящички не знаю от чего он у меня я его короче для экспериментов вот для видосов как раз применяю кто смотрел кто давно со мной уже на канале наверняка помню как я реноватором выпилил вот это квадратное отверстие ну как альтернатива стамескам до или каким-нибудь там муторным выпиливаем лобзиком то есть вот есть инструмент реноватор и вот я сейчас вот я покажу как вот допустим можно закруглить вот это отверстие вот такой шарошечкой да смотрите болгарка желательно конечно же с регулятором вот здесь вот есть колесик он регулируется большие малые обороты конечно же вот этим вот инструментом не нужно мощно его придавливать да даже если вот этот гибкий вал присоединен на бормашинку до которой ну маленькие вот эти машинки вот с таким гибким валом у них тоже есть ограничение да по работе с таким вот устройством как гибкий вал он же опять показываю то есть все знают что по технике безопасности ну нельзя заклинивать то есть нужно гладить получается прочесывать инструментом то есть без силового давления просто как граверной машинкой вы же граверную машинку ну не но убой то не применяете причем вот этот шнур он рассчитан на 24000 оборотов потому что у маленьких граверных вот этих бормашинок у них 24000 оборотов бывает и больше вот они ну даже мощнее чем болгарка просто они ну как бы жужжат у них нет редуктора у них прямой привод здесь просто болгарочный редуктор вот этот вот через шестерню и соответственно тоже вот можно на максимальных оборотах работать правда шумит очень сильно болгарка вот единственный недостаток или если уменьшить обороты то она не так сильно шумит сейчас я попробую вам показать как это все выглядит в работе и покажу что не скручивает этот гибкий вал потом хочу показать работу со сверлом и с другими шарошками насадками до это серия получается видосов про вот это устройство вот так вот она выглядит вот смотрите видите я его притянул вот включаю ну конечно же надо на средних оборотах работать следите за вот этим гибким валом вот вот его не скручиваю вот абсолютно работает смотрим вот я увеличил обороты ну вот примерно такой процесс вы видели да он шевелится да вот этот шнур но он пытается что-то сделать но максимум если он вот так вот накинется и люда он то есть он вот не ударит даже то есть я вот не представляю все как вот можно его допустим как он может скрутить вот смотрите давайте сейчас включу во включенном состоянии вот он вот такой вот в кольцеобразной виде давайте то есть вот такая вот это вот было с этой шарошкой сейчас покажу шарошкой более такая агрессивная кому интересно опять таки оставайтесь со мной вот смотрите это по металлу в принципе да но их по дереву тоже можно применять хотя может быть и по дереву она считается тоже вот затягиваем ключиком все это дело она более эффективно даже может оказаться вот такая вот смотрите груша подобную или как ее назвать то даже не знаю а а а и 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 конечно же нужно соблюдать технику безопасности вот я был в очках сейчас и вы тоже не забывайте проект так вот показал ведь и специально долго все это показывают смотрите ставьте оценки скептики конечно же поставят дизлайки даже несмотря на опровержение вот теперь сверлышко поставлю это от дрели для вот таких вот устройств сверлышки идут укороченного типа но даже сейчас вот этим сверлышком я вам сейчас покажу как можно засверливать отверстие это по дереву сверло да вот видите чем отличается по дереву сейчас заодно расскажу по дереву сверла имеют вот такую иголочку и здесь вот такие резцы вокруг иголочки две штучки для вот такого устройства я вот уже сказал короткие укороченные сверла идут это дрелевая здесь сверление немножко другая техника сверления отверстий вот гибким валом короткими сверлами но сейчас все равно покажу вам что можно засверливаться и такой приспособой в деревянные поверхности но в металл я не пробовал и не собираюсь этого делать в дерево еще можно в какие-то пластики можно да там в какие-то другие когда нет дрели или допустим какие-то у вас необыкновенные необычные работы или дрели нету как альтернатива вот это вот можно где-то подсверлиться но без особых усилий потому что легонько на действительно вот этот шнур может скрутить может но не критично его может скрутить при засверливание сверлами смотрим садить не надо и ждать надо потому что вы делаете это без особого нажатия то есть критически он как бы сдергивается но он не наматывается вот был сейчас критический момент о чем вот и говорится что не намотает его просто начнет вот так вот колбасить работать нужно аккуратно опять же повторюсь для таких устройств идут укороченные сверла на всю длину если примет такое сверло с таким гибким валом это ну не очень-то безопасно просто нужно иметь навык не на всю длину запускать углублять сверло опять же повторюсь что это не дрель гибкий вал резательный гибкий вал и вот это вот это уже ну такое как бы извращение то есть зачем это нужно сверлить напрягать вот это все всю эту конструкцию на подсверление ну где-то можно опять же специализированными сверлышками укороченными или обрезать вот это вот сверло вот до такой до такого вот расстояния вот чтобы она вот так торчало и тогда можно подсверливаться его не закусят сверлить дрелью надо а это можно где-то под где-то под шарошить под чистить подрезать там закруглить и как в прошлом видео я показывал болгарочными дисками что-то где-то надрезать подрезать да там силовые работы ну в принципе тоже как бы можно использовать дисками болгарочными маленькими да потому что вы все равно не давите на поверхность вы просто реально чувствуете рез да и вы сильно если вы надавите у вас диск разлетится вот и все если он закусит но гибкий вал не намотает так что друзья вот такое вот видео опровержение кому понравилось ставьте лайк или дизлайк кто противник всего этого можете критиковать а кто за прогресс в этой жизни можете оставаться со мной буду только рад всем спасибо всем пока